Гневливость 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 – это одна из граней человека. Одна из граней. Грани очень много. Когда дети рождаются, маленькие детки рождаются, они все примерно одинаковые. Ну, чуть-чуть разные, там, кармические какие-то есть особенности, да? Разные психосоматические особенности у ребенка, да? Но все рождаются примерно с одинаковым набором черт, характера, гранями, да? И начинаются изменяться вот эти черты характера и как бы черты человека, когда он уже начинает взаимодействовать с внешним миром. И формируется характер из поступков человека. И от того, какой он выбор делает перед тем, как сделать тот или иной поступок, дальше формируется его характер. И люди начинают уже друг от друга отличаться. И все время борется, борьба идет, все время идет борьба добра со злом. Мы имеем все поначалу одинаковые какие-то качества, набор. Там, доброта, там, не знаю, трудолюбие, оптимизм, там, скажем, стремление помогать другим людям, сочувствие, там, работоспособности, или, наоборот, там, ложь, желание, жестокость, там, гневливость. Этот набор, он входит такой, да? Как бы во все. Дальше все зависит от того, как ты этим пользуешься. Это вот работа человека над своим характером напоминает работу, работа человека над характером, над своим, своей личностью, напоминает борьбу двух волков. Вот один волк – это, скажем, там, доброта, сердечность, трудолюбие, оптимизм, там, радость в жизни, ну, и так далее. Другой волк – это жестокость, там, ложь, желание завладеть чем-то, тем, что тебе не принадлежит, леность, там, уныние. И мы все время вот с этими качествами боремся, с этими двоими волками. И, в конце концов, побеждает тот волк, которого мы кормим. Поэтому, если у тебя есть гнев, нельзя его кормить, нельзя его подкармливать. Гнев – это не ты. Гнев – он сам по себе, а ты сам по себе. И только ты делаешь выбор, что ты в себе будешь подкармливать. Если тебе нравится подкармливать гнев, подкармливай гнев, ну и что ты получишь на выходе? Лучше подкармливать все самое хорошее, что в тебе есть. Другое дело, что иногда бывают ситуации такие, в жизни человека, когда проявляются самые плохие его качества. Но тут, опять же, надо осознанно ко всему подходить и не давать этим качествам стать как родинка на щеке. То есть нельзя им давать укореняться. Это наша задача. Мы в этот мир пришли для того, чтобы стать лучше. И у нас идет постоянная внутренняя работа. Когда к нам приходят плохие мысли в виде грехов, когда мы хотим взять чужое, или нам нравится чужая жена, или чужой муж, у нас поселилась эта уже мысль. Она может поселиться. Да, нам тоже все интересно. То, что рядом у нас, это не интересует. То, что человека всегда интересует, то, чего у него мало. Правильно? Когда мы находимся рядом постоянно со своим супругом или супругой, мы уже знаем их очень хорошо, и мы уже знаем, что они себя представляют. Мы видим их, как они спят, как они кушают, как они раскладывают свои вещи. Мы знаем все про них. А про тех людей, которых мы имели на улице, мы ничего про них не знаем. Мы не знаем, что они тоже храпяты, что они тоже потеют, что у них тоже есть кариес. То есть нам другие люди, которых мы не знаем, кажутся более интересными. Поэтому мы отвлекаемся. Мужчины отвлекаются от семей иногда. Женщины иногда отвлекаются, тренируются где-то в других местах. Поэтому, когда у человека начинается вот эта мысль, когда она приходит, надо ловить ее на этом моменте и не давать, чтобы она пустила в тебе корни. То есть мысли, они могут разные приходить. Человеку нужна осознанность для того, чтобы он не дал укорениться плохой вот этой мысли или плохой эмоции. Понимаете? То есть вот как-то так.